Всем привет! Шугаринг в домашних условиях это не так сложно, как кажется. Главное набить руку и узнать основные техники. Все, что нам понадобится, это сахарная паста, перчатки и средства для ухода. Начнем с пасты. Выбор пасты зависит от температуры помещения и нашего тела. Если температура помещения жаркая и ваши ручки преимущественно теплые, то лучше использовать плотную пасту. Когда помещение прохладное, а ручки теплые, то можно использовать пасту среднюю. Мягкую пасту мы используем тогда, когда хотим удалить волосы с помощью полосок. Для того, чтобы подготовить пасту к работе, необходимо разогреть ее в микроволновке. Для того, чтобы подготовить сахарную пасту к работе, ее нужно разогреть до нужного состояния. Для этого используем обычную микроволновку. Плотную пасту разогреваем на высокой мощности в течение 20 секунд. Для менее плотной пасты достаточно меньше времени. Паста разогрета. Она напоминает нам по консистенции густой мед. Замечу, что пасту разогревать на водяной бане не рекомендуется, поскольку влага может проникнуть в банку, и паста может быстро засахариться. И это приведет к ее непригодности. А теперь подготовим кожу. На этом этапе воспользуемся очищающим средством. Линейка Startupil предлагает два средства. Лосьон и тоник. Тоник больше подходит для чувствительной кожи. Это как раз мой случай, поэтому я возьму именно его. Наносим тоник на ножку. Тщательно вытираем бумажной салфеткой. Все. После того, как мы просушили кожу ноги полотенцем, мы берем тальк и наносим его на нашу очищенную кожу. Очень важно использовать тальк без задушек и добавок, потому что именно он обеспечивает максимальное сцепление сахарной пасты с волосками. Теперь проталькуем наши руки для того, чтобы использовать перчатки. Мы можем использовать нитриловые перчатки, таким образом снижая риск возникновения залипа. Без перчаток наши ручки рискуют намокнуть. Именно поэтому будет возникать залип, и паста будет скользить по коже наших ножек. Теперь мы берем разогретую пасту и наносим ее на кожу. Паста по консистенции напоминает мед и очень красиво блестит. Мы ее в форме розочки оставляем на ноге. И кладем шпатель обратно. Теперь мы видим комочек, который лежит на нашей ножке. Именно этим комочком мы будем проводить шугаринг. Берем сахарную пасту, натягиваем кожу и распределяем пасту по участку ноги. Делаем два прочеса против роста волос. Сформировали блинок. Теперь можно перейти к другому участку кожи. Раз прочес. Два прочес. Немножко остановились. Рывок. И приглаживаем. Таким образом мы можем депилировать всю нашу ножку подмышки и зону бикини самостоятельно. Чтобы правильно делать шугаринг, очень важно правильно ставить пальчики. Когда вы делаете это движение, представьте, что держите в руке яблоко. Таким образом мы обеспечиваем прямой угол нанесения пасты на кожу. Делаем паузу и рывком это все убираем. Шугаринг – это менее болезненная процедура, чем восковая депиляция. Иногда при шугаринге мы можем столкнуться с такой проблемой, как залип. Он возникает в трех случаях. Первый – это неправильный выбор сахарной пасты. Я выбрала среднюю, а температура помещения и температура моих рук довольно высокая. И это значит, что наша паста просто-напросто растеклась. Второй вариант, при котором возникает залипание пасты – это неправильный срыв. Дело в том, что срывать пасту с кожи нужно обязательно движениями параллельно поверхности, но не вверх и не вбок. Третий вариант, при котором может возникнуть залип – это работа без перчаток. Дело в том, что наши ручки во время шугаринга потеют. Соответственно, создается водная пленка, которая растапливает нашу пасту и способствует ее залипанию. Убрать залип пасты на коже мы можем двумя путями. Первый путь – это использовать бандаж. Для этого надо снять перчатку, которую мы делали, шугаринг. Так, взять вот такую ленту, нанести ее, немножко протянуть и резким движением срываем. Таким образом, мы избавили себя от такой проблемы. Второй вариант удаления залипа – это смывка его водой. Но дело в том, что такой способ нежелателен. Я продемонстрировала вам мануальную технику, то есть технику нанесения пасты рукой. Теперь я продемонстрирую бандажную технику. Она подразумевает собой использование картриджа и мягкой пасты. Для начала приталькуем кожу. Затем берем разогретый картридж и наносим, предварительно сделав натяжку, наносим пасту строго противоположно росту волос. Затем берем нашу ленту, прикладываем к этому месту, приглаживаем. Не забываем оставить кончик для того, чтобы браться за него во время срыва. Натягиваем и резко срываем по росту волос. Следующий этап – это очищение кожи от остатков сахарной пасты. Делаем это термальной водой. Наносим водичку и аккуратненько стираем это салфеткой. Теперь кожа чистая и готова к завершающему уходу. Завершающий этап заключается в том, что мы берем одно из ухаживающих средств и наносим его на нашу кожу. Мы можем взять сливки, можем взять молочко. Молочко увлажняет, сливки питает. Я возьму молочко. Достаточно одного нажатия, потому что средство очень экономное, его хватит на большую зону. Тщательно втираем, чтобы кожа увлажнилась и восстановила свои защитные свойства. Вот, собственно, и вся процедура шугаринга в действии. Я уверена, что разобраться в этом вам по силам. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!